Пожалуйста, с вопросиков можно начинать по предыдущим темам, которые мы проходили в прошлый раз. У кого что созрело, у кого что возникло по прошлым занятиям почти две недели, да, мы отдыхали. В пище вообще все разделяется на категории, которые зависят от того, ради чего человек ест пищу. Поэтому, если мы употребляем пищу ради здоровья, то лук и чеснок очень полезные производные, их очень выгодные, они являются лечебными и описываются в уривидических трактатах, цели книги этому посвящены. То есть вы можете найти толстенные книги по этим продуктам, лекарство, да, факт, поэтому для человека, которого интересует именно здоровье, это лекарство, да. Чай, кофе тоже относятся к лекарству, водка относится к лекарству, по капелькам должна быть прописана. То есть изначально водка это было лекарство, если вы знаете историю, по капелькам прописывалось, 20 капель перед сном, 30 лекарств, факт, да, поэтому много разных вариантов лекарств можем встретить, но нас в общем-то проблема здоровья не интересует, потому что это отдельная тема, отдельная, отдельная взятая тема и настолько индивидуальная, что фактически семинары по здоровью читать невозможно. Сразу хочу всех предупредить, то есть по здоровью семинары читать не то, что невозможно вредно, потому что если я дам общие рекомендации, то для кого-то они будут смертельно вредны, для кого-то они будут жутко полезны, для кого-то будут смертельно вредны. Но здоровье это абсолютно профессиональная тема, человек должен прийти лично к врачу, лично ему сказать, что у него болит, врач должен лично ему сказать, как ему лечиться. То есть невозможно вообще прочитать на семинар о каком-то методе оздоровления. Это глупо по своей природе. Это глупо, нелогично. Если читается на семинар о здоровье для всех, то, как правило, это или не семинар о здоровье вообще, это просто какая-то теория здорового образа жизни или еще что-то, или от этого большой вред. Потому что человек приходит домой, думает, что раз он все послушал, теперь он сам может практиковать методику оздоровления. Любая методика оздоровления без наблюдения со стороны может привести, вы сами знаете, к чему, к веселым последствиям. Поэтому нас, в общем-то, не интересует тема здоровья, такая же, должен сам пойти и спросить, что ему полезно, что нет, подобрать себе диету. Нас интересует то, что воздействует на наши мозги. Так как мы занимаемся интеллектуальной деятельностью, мы хотим разобраться в сложнейших вещах, мы хотим понять себя сначала, это очень сложно, очень сложно. Потом мы хотим понять других, это вообще сложно, в два раза сложнее, может не два, может сто раз сложнее. Мы хотим понять, как нам, непонятным, общаться друг с другом, как нам, непонятным, родить еще кого-то и воспитать непонятно как, да непонятно какого состояния. И уже на этом семинаре мы говорим о том, как понять истину, то есть очень сложные вещи. А раз сложные вещи, соответственное питание должно быть нацелено на то, чтобы мозги работали в максимальном режиме. То есть, чтобы не было состояния помутнения. Наверняка вы замечали, что состояние помутнения время от времени даже без еды на нас находит. Вот идешь и помутнился и прошел мимо. Забыл вообще, ну куда шел. Вы замечали, можно идти и забыть, куда шел. Проехал в остановку, там на красный свет попер. То есть даже в простой ситуации, когда не попадает ничего в наш желудок, наше сознание помутняет все время. Я уже не говорю про любовь. То есть на год может сознание помутиться. Потом, когда человек приходит к себе, он в ужасе удивляется, как он на все это попал. Достаточно часто сознание, конечно, выходит из-под контроля. И уж естественным образом оно выходит из-под контроля, когда что-то попадает в нас. Потому что явное воздействие оказывается, просто выпейте стакан водки и сразу поймете. То есть сразу же все меняется, естественным образом. Даже просто поели, все, уже сознание меняется. Поэтому мы стараемся избегать пищи, которая воздействует на сознание в качестве помутнения. И лук и чеснок, к сожалению, вызывают эффект помутнения сознания. Да, это незаметно, пока вы не занимаетесь активной интеллектуальной деятельностью. Поверьте мне, это происходит. Это происходит. То есть лук и чеснок немножечко снижают функциональность мозга и более тонкие идеи уже понять трудно. Просто ум о них разбивается. То есть, скажем так, немножечко снижается способность понимать нелогические вещи. То есть логические вещи можно и с луком и чесноком понять, никакой проблемы. Хоть на масле все. Луком и чесноком, но логические вещи вы поймете. Но вот уже нелогические вещи, то есть вещи, скажем так, на уровне правого полушария, вещи, где нужно принимать, где нужно сердцем чувствовать, нелогичные вещи. А уровень отношений, уровень любви, уровень дружелюбия, уровень роста, это, в общем-то, нелогичные вещи. Это интуитивные вещи. Вот на уровне интуиции это уже сказывается. Поэтому, если уровень нашей умственной деятельности в рамках логики находится, в принципе, никто уже этого не заметит. Вы наверняка встретите массу негодования по этому поводу, если скажете, что это как-то действует на мозге. Потому что, ну, любой ученый вам скажет, ничего на него не действует. Даже помогает. Почему? Потому что деятельность на уровне логики. Но, как только вы выходите в сферу нелогичности, вот тут проблемы начинаются. Все. Начинаются проблемы. Поэтому, так как мы не просто работаем вне сферы логики, а мы стараемся только и находиться вне сферы логики, что логика нам уже не помогла, поэтому для нас это очень важно, в принципе. И поэтому вот эта вот пища на уровне сатвы, как вы говорили, да, это традиция многописсячелетняя. То есть много тысяч лет, когда человек обращается к интеллектуальной деятельности и занимается каждый день интеллектуальным ростом, то есть он пытается в чем-то разобраться, он избегает определенные виды пищи. Да, то есть это абсолютно, в общем-то, никак не сказывается в нашем питании, на нашем каких-то там калориях, еще чем-то никак не сказывается. Но на сознании легко это можно заметить, если, в общем-то, практиковать вот этот реальный уровень мышления на, не то что подсознание, а на вот этом, на грани логики интуиции. А это наша задача, в общем-то, включить правое полушарие, мы должны быть гармоничны. Мы сейчас негармоничны, потому что только логика работает. Нам кажется, если логично, это верно, если интуитивно, это неверно. Но если мы становимся гармоничными, то оказывается, что мы теряем половину данной нам информации. Поэтому, в общем-то, я бы не сказал, что это вообще смертельно, или как-то жутко вредно. Нет, это, в общем-то, личный выбор человека, который встает на путь интеллекта, на путь развития интеллекта. Есть, конечно, еще другие, но побочные явления, как любое лекарство, если употреблять не по предписанию, и просто так, бесконтрольно, конечно же, будет и побочный оттягиваться. Конечно же. Еще вопросы. Тема «Внеземные источники информации». То есть мы разбираем трактаты, которые открывают гармонию в нашем сознании. Сейчас как раз это объяснял. Есть трактаты, которые рассчитаны на логику, где нужно понять взаимосвязи на уровне «так нужно, потому что». А есть трактаты, которые рассчитаны обратиться к нашему сердцу. Это трактаты о любви, трактаты о дружбе, трактаты о духовном пути. Это то, что уже просто логикой не объяснишь. То, что рассчитано на правое полушарие нашего мозга. Поэтому, соответственно, семинар получается немножко долгий, но зато мы со всех сторон подходим к этому явлению. Сейчас у нас будет 15 занятий. В этот раз три недели подряд. Кто сможет выжить? Это достаточно серьезно. Но потом вы сможете все в записи прослушать, если что-то пропустите. Диски записываются. И первый диск по первой части, мы первых шесть мантр прочитали из этого трактата. Он уже есть, да? Он уже готов. На столике продается. Можно мне его показать? Мне его можно дать? Я покажу, чтобы все разобрались. Первая часть, которую мы прочитали до этого, уже вышла. Диск уже полностью заполнен. Вот он так и называется. Внеземные источники информации. Это первая часть. Уже готова. Поэтому те, кто что-то пропустил, могут восстановить и догнать нас. Разобраться. В общем-то, ничего особенно сложного нет. Каждая лекция достаточно закончена сама в себе. Поэтому не нужно, в общем-то, особенно познавать какие-то термины, которые мы прошли. Никих терминов не было. И не будет. То есть мы стараемся так без терминов подходиться. Чтобы, в общем-то, в любой момент мы могли присоединиться. А отсоединиться. Опять присоединиться. В общем-то, в свободной форме. Работать. Еще вопросики, пожалуйста. Что еще вызвало сомнения? Переживания? Или просто вы хотите у меня спросить? Перед тем, как я начну. Потому что потом уже будет поздно. Разобрались, да? Русские тетрадочки, надеюсь. У всех есть телефончики. Все забыли, что это такое. Выключили на всякий случай. Ибо это будет нас очень отвлекать. Перевели в волшебный режим. Который вам нравится. Так, чтобы только вы догадались, что кто-то о вас волнуется. Итак, мы хотим понять себя. Глобальная тема. Серьезнейшая тема. Нам очень интересно, кто мы такие. Что вообще происходит вокруг. Однако, как мы выяснили сейчас, одних научных изысканий для этого будет недостаточно. Настоящее понимание глубины жизни происходит от того, что мы начинаем что-то практиковать. Какой-то путь. Мы начинаем что-то делать. Как мы говорили, особенность нашего времени состоит в том, что существует перегиб в сторону информации. Мы это уже выяснили. Жуткое количество информации. Практики никакой. То есть вы можете слушать, слушать. То есть вот телевидение, да? Этот человек может слушать 10 часов в день. Но практика, на что это его побуждает? На что? Что он меняет в себе? Ничего. Ничего. То есть знание, знание должно иметь эффект побуждения к деятельности. Сонку себе знания. То есть по идее, если знание действительно позитивное, то человек должен измениться после одной понятой мысли. Достаточно одной мысли. Буквально мы видим, в чем этот перегиб. Например, если мы возьмем эти же трактаты, мы видим там интересную рекомендацию. Мы там видим рекомендацию, что к следующему, к следующей теме, к следующей идее, к следующей мысли нельзя переходить до тех пор, пока предыдущая мысль не то, что не осознанна, а не проверена на практике. Пока она не проверена на практике. Пока мы не пришли домой, не попробовали, не ощутили результат. Вот там можно приступать к следующей мысли. Иначе начинается что? Иначе начинаются прыжки через ступени. То есть, например, мы первую мысль не попробовали, а нормально. Вторую не попробовали, а тоже нормально. Третью не попробовали, тоже переживем. Четвертую не попробовали, в принципе, ясно. А пятая, вот интересно Почему бы не попробовать, да? Мы начинаем пробовать пятую мысль, но это уже какая ступенька? Пятая Вот вы сегодня придите домой и прыгните на лестнице через пятую ступеньку сразу Что получится? Нос разобьем, факт? Ну может быть там особые спортсмены перепрыгнуты, не знаю Но я явно нет Поэтому нос разобьем То же самое происходит и при получении знания Если мы послушали Послушали, но не записали и не решили сегодня это проверить Хотя бы в ближайшее время Начинается перепрыгивание через ступени Мы начинаем разбивать нос Мы говорим, вот сказали, я попробовал, ничего не работает Только хуже стало Вы слышали такое? Я много раз слышал Что-то вы говорили, я пробовал, что хуже стало Но что я говорю? Я говорю всегда именно это Если мы не начнем практиковать Смысла в знании никакого нет Смысла в знании нет Ноль абсолютный Потому что мы, ну изучили мы все эти лестницы Что в этом доме есть там 64 ступеньки Дальше, как мы попали на верхний этаж? Мы не попали Мы посмотрели снизу, пошли дальше Никого смысла нет Это все равно, что, знаете, мы подошли к кому-то супермаркету И почитали все вывески на входе О, какие интересные магазины внутри Сколько всего интересного Какое все увлекательное Как бы я там все это купил И пошли спокойно дальше Результат ноль Мы ничего не получили Поэтому сейчас даже высшее образование Этим свойствам выдевают То есть человек получает 6 лет информации Но практики ноль То есть он выходит абсолютно непрактичный Практики никакой нет Теории 6 лет Каждый день там 4 пары А то и 5, я не знаю, сколько сейчас мучают студентов 5, 4 Мучают все равно, в любом случае Много информации, куча Но практика, практика какая? 1% может быть практики Может 2% Минимум практики Минимум А что это значит? Все идет во вред Фактически все идет во вред Что это значит? Во вред Значит, что если знание нас не изменило в лучшую сторону Он начинает вызывать в человеке негативные желания Поэтому мы видим, что процветает В среде учащихся, скажем так Учащихся молодежи Благочестие процветает Чистота Бескорыстие Глубина взаимоотношений Что процветает? Просветают большие проблемы Тяжелейшие проблемы Никто не может с этим ничего сделать Абсолютно почему? Потому что знание Например Это называется умственное несварение Если возьмем простое физиологическое несварение То есть мы слишком много съели, но не переварили Что начинается? Токсикоз Начинаются большие проблемы Много больших проблем Токсин Токсин Человеку плохо от этого Плохо Из него яд идет Яд Соответственно, если мы получили слишком много знания И не используем это знание Не переводим его на уровень действия То же самое Умственный токсикоз Умственный токсикоз То есть начинают дурные мысли лезть Лезут дурные мысли Чем бы все это проветрить? И находят Чем Дается новый вариант Новый вариант проветривания мыслей Пиво очень интересный вариант проветривания мыслей Пиво очень интересный напиток Можно быть алкоголиком Без внешних условий Тут даже закуски не надо Знаете, что интересно? То есть быть алкоголиком, употребляя водку или еще что-то, какие-то жуткие вещи, уже так просто не будет. Нужно условия, да? Нужно собраться с кем-то втроем, нужно закуску найти, нужно место найти, нужно стакан найти. То есть много условий нужно, в ресторан пойти, что куда-то. Нужно способствовать, что дает пиво. Пиво дает возможность купить, открыть и пить. Никто не нужен, ничего. Ни закуска, ни люди, ни соседи. Человек сидит, спокойно пьет. Это самый страшный алкоголизм. Тяжелейшая форма алкоголизма. То есть культура хоть как-то это защищает. Хоть как-то. Хоть как-то. Но пиво дает возможность быть бескультурным. Абсолютно бескультурным. Поэтому так, в общем-то, мозги проветриваются. Проветривались, да, там ничего не осталось. 6-7-8 часов человек получал знания. А что с ним делать, он не знает. Пришло домой проветриваться в такие случаи. Абсолютно бесполезная жизнедеятельность. Ноль. Вот эти ноль и даже минус. Минус. Поэтому мы хотим понять очень высокие вещи. Мы хотим понять истину. Мы начинаем осознавать, что у нас есть тоже какая-то часть истины в сердце. Интуиция. Что такое интуиция? Часть чего-то мы знаем. Мы никогда это не получали. Но мы чувствуем, как правильно. У нас есть совесть. Часть истины. Мы все чувствуем одни и те же позывы в нашей совести. Они одни и те же. Мы подсознательно понимаем, что хорошо, что плохо. Какая-то природа есть, природа истины. И в нас есть те же качества, которые присущи истины. Если это некоторая связь, то очень тонкие моменты. Какие? Желание все знать. Это качество истины в нашем сердце. Мы хотим все знать. Всем хочется все знать. Все знать хочется. Чем больше, тем лучше. Хочется быть вечным. Мы хотим, чтобы все не кончалось. Чтобы все как можно дольше продолжалось. Факт. Это присутствует. И есть желание наслаждаться. Желание наслаждаться – это истинное желание. Это настоящее желание. Очень интересное. Но! Какого знания нам не хватает? Как все это проявить? Как все это проявить? Если мы начинаем это проявлять сами, без знания, то что происходит? Проблема происходит. Мы пытаемся что-то делать. Мы этим пытаемся наслаждаться. Но у кого-то получается. И получается. Все очень плохо заканчивается. Как мы заметили. Очень плохо. Ненадолго. Почему-то какие-то побочные эффекты возникают. Много трудностей. Не получается. Поэтому есть эта тонкость. Очень интересная тонкость. Несмотря на то, что в качественном отношении у нас есть это родство с истиной. То есть качество те же. Мы хотим вечности. Мы хотим знания. И мы хотим наслаждаться. Это качество истинное. Но! В количественном наслаждении есть большая разница. Мы должны регулировать количество своих наслаждений. Мы должны регулировать свои желания. Мы должны регулировать свои позывы. Мы должны регулировать свои мысли, свое поведение. У нас должна быть самостоятельная система ограничений Мы должны сами принимать добровольные ограничения Вот если этого нет, начинаются проблемы Запомните, любая проблема в нашей жизни Значит мы переступили дозволенный порог Мы в чем-то переборщили В чем-то переборщили В чем бы мы не переборщили, будет проблема Просто хлеба переешьте и будет проблема Даже мороженое переешьте Даже если мы самое вкусное что-то перейдем, конфет Будет большая проблема Поэтому если в нашей жизни есть какая-то проблема Где-то мы переступили черту Где-то мы переступили черту, ни больше ни меньше Никто не виноват вовне Никто не виноват вовне Мы сами переступили эту черту Вовне это уже просто обошло мы стукнулись Если мы головой наступнулись на забор Забор тут вообще ни при чем Мы слишком быстро бежали Если мы об эту ступеньку пятую стукнулись в бом Ступеньки тут вообще ни при чем Мы переступили черту Мы переборщили в чем-то Переборщили Переборщили чем-то Излишне активно Очень радостно Поэтому любое знание Немножечко грустное Потому что если мы не поняли Что любое знание Это получение информации О том, как поставить самому себе ограничение Нам будет сразу очень грустно Будет, да что такое И тут ограничение, и тут И это не делай, и лук не ешь, и то не говори И сюда не ходи, и на это не смотри Но я еще ничего не говорил об ограничении Если бы я сейчас открыл У нас семинар об ограничениях Мне бы года не хватило рассказать Как все ограничения нужны Это примерно как правило дорожного движения Сложно выучить? Но если все эти ограничения не выучить Что будет? Плохо будет, очень плохо Очень грустно, и причем быстро все закончится И уже поздно будет кому-то говорить Что я, а мне, вот, не доучил Я это проспал То же самое мы получаем Или через культуру Эти ограничения, да, нам сразу говорят При воспитании Но, к сожалению, культура потеряла Сейчас вот эту глубину Передачи Уровня ограничений для разума То есть осталось что-то такое Более-менее Такое на уровне Бытовых ограничений На уровне бытовых Но глубина ограничений пропала Глубина ограничений пропала То есть, в общем-то Понимание, почему нужно себя ограничивать В чем себя ограничивать Зачем ушло Этим определяется воспитанный человек Воспитанный и разумный человек Вот очень интересное определение Сейчас мы дадим Можете себе записать Воспитанный и разумный человек Это тот, кому нравится Слушать об ограничениях Тот, кому нравится Слушать об ограничениях Соответственно, не воспитанный человек Не культурный человек Ему о чем нравится слушать Да, вовсе дозволенности Вот легко определить Кто культурен, кто нет Мы видим, что у нас есть доля какой-то некультурности Поэтому есть к чему стремиться Поэтому Количественно мы другие Количественно мы отличаемся от истины Хотя мы частички истины Но количественно мы отличаемся В этом существенная разница Это можно сравнить с костром и искрами от костра Если истина сравнивается с костром Очень ярко, хорошо, жгет, замечательно Искорка теми же качествами обладает Тоже если упадет, прожгет насквозь Дву костра сидели, потом приходишь домой и дырки Очень интересное явление Прожигает Прожигает такая же горячая Так же светится Но Есть ограничения Факт Количественные ограничения Существенные Мы очень маленькие Подобные этой искорке Поэтому если мы пытаемся стать костром Будет большая проблема Поэтому мы должны знать норму Норма Даже когда человек пьет Он должен знать норму Хотя нормы конечно нет в этом никакой Норма Норма должна знать свою норму Факт Поэтому Так как между нами нет качественной разницы Мы тоже светим Мы тоже обжигаем Вы замечали, что общение обжигает? Обжигает Факт Мы искорки Общение обжигающее Поэтому сейчас люди не любят общаться Так как культура общения ушла Люди не любят общаться Тут же обожгешься Сейчас выйти на улицу какое-нибудь время Спросите Вам скажут Где часы продаются То есть все объяснят Подробно Начинает обжигать Как только пропадает культура Мы начинаем обжигать Поэтому культура это что? Это умение Общаться приятно Это пропадает Пропадает Мы должны помнить Что есть этот фактор Обжигания И так как мы понимаем Что в общем-то Мы все вот эти частички Маленькие искорки Духовно развитый человек Разумный человек Воспринимает все живые существа Как связанные между собой Есть это некоторая связь Об этом сейчас много всего говорится И мы уже об этом много всего говорили Но принцип в том Если сказать просто То мы все родственники Это страшная идея Потому что своих хватает А тут оказывается Еще других А как теперь будем делить квартиры Машины Нет Это не значит что сразу нужно Все делить и все отдать Нет Должно поменяться отношение 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 Братья и сестры Факт есть такое понятие Вы замечали Да наверняка Что как только человек встает На какую-то Духовную платформу Тут же появляется эта идея Братьев и сестер Да Вы слышали такое Братья и сестра Очень интересное определение Что такое Человек пытается понять Эту платформу Почему и так У нас действительно Одни родители Действительно одни родители Даже если мы будем Ну разбираться В общем-то В наших Сказать Древах То в конце концов Все сведется В общем-то К совсем небольшому Количеству Так называемых Прародителей Однако Эта история Так мы не можем Надолго проследить Сейчас никому Это не интересно Сейчас редко Встретишь человека Но который помнит До пятого колена Кто там В общем-то Собственно говоря У него и был Хотя это Но пытаются Как-то восстанавливать Но уже никому Не интересно Когда мы не помним В восточной культуре Есть такое понятие Как почитание старших Отчего это К чему это Это вообще Если мы почитаем Старших Мы помним Кто они были То оказывается Что мы все родны Вот даже сейчас Если вы приедете В какую-то Восточную республику То там все Более-менее Вот братья и сестры Замечали Все вот Вам могут спокойно Прийти и сказать Брат Абсолютно спокойно Или сестра И в принципе В этом правда есть Потому что Если покопаться И они помнят То каким-то боком Мы все соприкасаемся Конечно Мы все соприкасаемся Мы все похожи Вы знаете Об этом Что мы все похожи Вот для вас Мы китайцы Все похожи Все похожи Вот и мы тоже похожи Мы все родственники Мы даже на одно лицо Мы просто об этом забыли Что мы на одно лицо Мы фактически Родные близнецы Но мы забыли Об этом Разобщились Мы забыли Что у нас есть связи И поэтому появилось Противостояние Появилась конфликтология, наука нашего века, конфликтология. Мы изучаем неконфликтологию, тот, кто заходил на наш сайт, да, он знает, наша наука называется нектарология. Нектарология это умение извлекать нектары взаимоотношения. В общем-то это задача культуры, научить человека радоваться общению. Научить человека радоваться общению. И перед нами стоит такая же задача, потому что, как мы выяснили, у нас есть вот это вот качество, поиск счастья, поиск радости, поиск блаженства. И нигде он не находится, так же мы выяснили, как во взаимоотношениях. Только во взаимоотношениях. Поэтому это качественное единство, качественное единство всех нас должно возвести наше мышление на немножечко другой уровень. Это значит, что отношения между нами тоже должны быть на более высокой платформе. Что это такое? Терпимость и благодарность. Между родными людьми всегда существует два жестких вот этих ограничивающих правила. Что бы ни происходило, мы должны быть терпимы и благодарны. Иначе невозможно жить вместе. Что бы мы ни создали. Дружную компанию, семью, любовь. Даже коллектив. Как только уходит терпимость и благодарность, это в ад просто все превращается. Просто в ад. Это уже место называется ад. Там, где общаются люди, нет терпимости и благодарности, это просто ад. Причем кромешно. Кто-то, я уверен, даже сейчас это уже испытал в своей жизни. Я испытывал. Когда нет терпимости и благодарности, все. Жить просто в этой атмосфере невозможно. Ад это не где-то далеко. Где-то далеко, там, конечно, тоже что-то есть. Но прямо тут можно его испытать. Поэтому мы сами создаем эту атмосферу вокруг себя. И такие два простых качества. Поэтому мы видим, что нужно нам. И, соответственно, человек разумный, понимая, что нужно ему, что тут же осознает, что нужно другим. Соответственно, что нужно давать другим? Нужно их терпеть. И нужно быть им благодарным. За то, что они делают для нас то, что мы не хотим, но они хотят это для нас сделать. Они хотят у них, они нам так хотят помочь. Это их помощь. Они что-то делают. Ну, слава Богу, хоть что-то после этого можно еще сделать, как-то восстановить. Терпимость и благодарность. Два простых качества. Но сколько нужно человечеству, чтобы вернуть эти два качества в культуру? Терпимость и благодарность. Этого нет. Поэтому, что там говорить о взаимоотношениях? Семьи разваливаются, войны идут. Нету простых двух качеств. Нет терпимости, нет благодарности. В общем-то, все просто. Поэтому мы умудряемся воевать друг с другом на всех уровнях. Воюем. Сегодня я воевал даже в метро. Приходилось воевать, чтобы выйти из вагона. Противостояние некоторое. Приходится воевать везде, на всех уровнях. Нам дано лицо. Очень интересное явление. Лицо. Тело, в принципе, могло быть создано и без лица. Знаете, некоторые животные, у них лица нет. Невозможно понять, где у них лицо. Где у них лицо? Непонятно. Оказывается, это вообще не лицо. Когда разберешься. Да, лицо. Очень интересно. Интересное явление. И мы во власти выбирать его выражение. Понимаете, вот выражение, в общем-то, колено никак не выберешь. Выражение плеча тоже. Ну, на руке еще можно, я понимаю, какое-то выражение создать. Но лицо все-таки особенно выразительное явление. Поэтому именно лицо, в общем-то, отвечает за наш фактор коммуникабельности. Лицо. Это то, что в нашей власти. Мы выбираем его выражение. Да, окружающие даже могут считать нас своими врагами. Есть сейчас такая тенденция, считают всех врагами. Но, ничто не мешает нам воспринимать их, как своих родственников. Ничего. А значит, проявлять на своем лице что? Ну, как минимум терпимость и благодарность. Как минимум терпимость. Да, большое спасибо. Большое спасибо. Как минимум терпимость и благодарность. Это уже, в общем-то, делает лицо приятным для общения. Вот если нетерпимость и неблагодарность, сразу понятно, что общаться уже невозможно. Но если есть терпимость и благодарность, уже можно. Уже это, уже вот, уже все. Уже есть какая-то возможность хотя бы себя нормально чувствовать в присутствии этого человека. Если просто на его лице есть терпимость и благодарность, уже даже как-то не по себе становится, что меня терпят и благодарны. Уже даже как-то хочется что-то сделать. Вот, меня терпят. Может, как-то мне все-таки поменять свое поведение. Это уже много, это уже шаг вперед. Факт. Только в таком состоянии сознание можно обрести душевное равновесие. Это простой секрет. Нам всем нужно это душевное равновесие. Мы испытываем это вот беспокойство, это давление, то нервозность, то стрессовость. Секрет от нас зависит. Если мы просто на лице, хотя бы даже на лице, выражаем терпимость и благодарность, естественным образом вокруг нас воцаряется миролюбивая, спокойная и более-менее нормальная. Даже если все вокруг нас враги. Даже если не все вокруг нас враги. Помните, я рассказывал, да, что в ведической культуре рекомендуется, что даже если к вам домой в гости пришел враг, вы должны его встретить так, чтобы он не догадался, что он в доме врага. Помните, я рассказывал, чтобы он не догадался, что он попал в дом врага. Представьте себе. Это очень трудно. Кстати, изначально. К вам пришел враг, все кушает, ест, ходит там везде. Очень трудно. Это секрет. Это секрет к обретению счастья и спокойствия. На Востоке это осталось. Вы заметили, в общем-то, они стараются улыбаться все время. Это не наш, в общем-то, такой пластик смайл, когда мы в магазине встречаем такую тигровую улыбку продавца. И особенно прощальный взгляд, когда вы не купили. Я когда встречаю такой взгляд, у меня уж не по себе. Какой-то вот такой очень звериный взгляд. Вы замечали вот такие вот? Абсолютно круглые глаза, абсолютно не моргающий взгляд. И прямо желание вцепиться когтями в спину. Ну, факт. Это не помогает, потому что все-таки другая мотивация. Человек просто хочет это продать. Но если мы хотим счастья, просто, хотя бы эгоистично хотим для себя счастья. И поэтому ради хороших отношений с другими, а пытаемся держать себя хотя бы физиологически, да, это еще физиологическая связь, но без тренировки не получится попасть в какое-то состояние сознания. Мы хотим, чтобы сразу наш ум рафф и стал счастливым. Можно легко это сделать. Надо уже сильнее головой об стенку треснуться. Мы знаем, есть два счастливых, да, типа людей. Это полные сумасшедшие и великие святые. У нас есть с этим проблемы. То есть, легко стать полным сумасшедшим, без проблем. Где-то полтора-ну литра водки легко делает человека полностью сумасшедшим. Все, черти полезут отсюда, будете улыбаться, веселых усиквить. Никакой проблемы нет. Наша задача, наша задача тренироваться в том, чтобы состояние поднималось к уровню возвышенного сознания. А что это значит? Физиологически мы должны стараться вводить себя в это состояние. То есть, лицо должно выражать благодарность и терпимость. Делайте со мной что хотите. Я буду вас терпеть. Я буду очень благодарен. И это дает нам возможность поднять свое сознание. Да, физиологическая связь. Но лицо для этого и дано. Потому что, посмотревши в зеркало, можем понять, что мы из себя представляем. И нам расскажут. Заодно. Заодно нам расскажут. Поэтому настоящее лицо, это не просто какое-то количество макияжа. Нет. Настоящее лицо, это именно выражение терпимости и благодарности. Да, мы не можем постоянно улыбаться там или захикать. Нет. Это глупо. Но терпимость и благодарность, это нормальное, естественное, постоянное состояние, в общем-то, нашей физиологии, нашего более тонкого составляющего, нашего сознания, нашего разума. Это нормальное состояние. Это состояние здоровья. Вот терпимость и благодарность, это состояние здоровья. Да. Соответственно, если мы здоровы, могут в принципе и проходить какие-то физиологические негативные процессы. Можем и вылечиваться. Если мы уже говорим о корне всех болезней, да, то корень всех болезней, это нетерпимость и неблагодарность. Соответственно, меняем это на противоположность, становимся терпимыми и благодарными, и прекращается вот это давление негативного поведения. Нам кажется, что последствия будут приходить только если мы явно что-то плохое совершили. Если я явно что-то сделал плохое, тогда ко мне придут плохие последствия. Нет. Если мы просто нетерпимы и неблагодарны, это уже болезнь. Если я стою на петре, кто-то локтем лезет в нос. Я нетерпимо хочу его укусить за этот локоть. Это значит, что я уже заболел. Я уже заболел. Все. Это я уже буду болеть. Потому что вся эта жизнь настроена, в общем-то, только на то, чтобы мы научились ставить себе добровольные ограничения. И вот это первые два добровольных ограничения. Я готов терпеть. Я готов быть благодарным. Готов терпеть. Это очень трудно терпеть и быть благодарным. Как только человек говорит себе, что я вот с этой минуты, вот все. Вячеслав Олегович так все здорово сказал. Все. Вот я сейчас буду терпимым, благодарным. Вот посмотрите, что начнется сразу же. Потому что сразу же начнется. Я много раз это пробовал делать. Пока не понял, что так нельзя. Надо очень аккуратно к этому подходить. Очень аккуратно. Нужно это понимать и пробовать. Понимать и пробовать делать. Но просто так взять и вставить на эту платформу не получится. Потому что это очень высокая платформа. Фактически то, о чем мы говорим сейчас, это уровень святого мудреца. Это описывается как махатма. Слышали такое слово? Махатма. Есть, кстати, другое слово. Дуратма. Чувствуете знакомый корень? Да. Махатма, тот, кто может быть благодарным и терпимым. Дуратма, соответственно. Тот, кто не может быть терпимым и благодарным. Есть некоторое понимание. Очень интересно. Поэтому секрет мы разобрали. Почему же мы, понимая эту, в общем-то, я уверен, что вы это все понимаете и понимали раньше. Почему же мы, понимая это, не испытываем удовлетворение? Все-таки вот есть у нас эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это сама по себе неудовлетворенность. Неудовлетворенность. Это очень интересное явление. Неудовлетворенность сама по себе – это признак желания развиваться. То есть человек, который не удовлетворен У него есть надежда Если человек удовлетворен То все, надежды нет Поэтому Никаким никого расстроить Но ради нашего же блага Состояния полного удовлетворения Мы никогда не обретем То есть как только мы его обретем Что мы сделаем Мы тут же ляжем на диван И скажем, как здорово Я достиг То, чего хотел Вы видели уже таких людей, их много Они как раз сегодня не пришли на лекцию Почему? Потому что вполне нормально лежать на диване И смотреть там задовое, не знаю Передовое, то есть кого угодно Смотреть Что-то, что якобы дает удовлетворение Факт Как только приходит Это понимание удовлетворения Тут же человек останавливается Тут же, как только хорошо останавливается Он засыпает, причем Засыпает И больше ничего не хочет Поэтому, в общем-то, неудовлетворенность Это нормальное состояние Неудовлетворенность Человек не хочет брать с собой В будущее то, что он совершил в прошлом Вот это неудовлетворенность Он понимает, что там столько всего было Будущее, вот это светлое будущее Брать с собой вот это вот То, что мы все по нас совершали Это как-то нехорошо Как нужно без этого пойти Как нужно без этого Вот для этого нужна практика Вот духовная практика Это возможность пойти в будущее Без прошлого Оставить это прошлое И пойти в будущее без этого Но Что-то мы, конечно, оставим Все опять-таки не оставят Опять-таки для чего? Чтобы мы были бдительными Бдительными Что такое бдительность? Мы уже это разбирали, я напомню Бдительность Это понимание Что все может закончиться И не так, как мы захотели Факт? Да Что мы всегда хотим сделать Все очень хорошо Получается, как обычно Как обычно Поэтому Очень интересно происходит Это вот Человек понимает, что Без работы над своим прошлым В настоящем Будущего нормального не обрести Понимаете? У нас есть прошлое Мы должны над этим В настоящем поработать И тогда Будущее Окрасится в другой цвет Посмотрите на лицо штангиста Он напряжен Глаза на выкате Такое Красивое зрелище Человек работает Разговаривать ему Не хочется ни с кем Напряжен Вообще ему лучше не мешать Рядом не стоять Такая работа очень серьезная Пытается штангу поднять Штангу поднять Человек работает Над чем-то прямо в настоящем Работает Но пытается как-то решить Эту проблему Поэтому в общем-то И перед нами стоит Некоторая достаточно Серьезная задача Поднять какую-то штангу Что-то такое Это разобраться с грузом Того, что мы запону совершали Разобраться Поднять этот груз Поднять Решить что-то с этим Конечно Поднять штангу Очень легко Метод очень простой Это что сделать? Мы совершали Какие-то глупости Чтобы штангу поднять И навсегда Этот вес преодолеть И чтобы к этому Никогда больше не возвращаться Нужно просто дать себе обед Больше так никогда не делать Вот и все В этом есть Некая-то разница Между Индульгенцией Знаете Вот взять просто Что-то там Четыре раза Тому помолиться Два раза Тому помолиться Четыре раза На лбом А пол Знаете И две свечки поставить Нет Не купишь По-настоящему Прошлое Прошлое Посмотрите Какой-то поступок Мы не можем аннулировать Так просто Он остался навсегда Он не просто остался Невозможно же ничего сделать Чтобы это аннулировать Может вообще Тот против кого мы что-то сделали Уже давно умер И его уже никак не вернешь Как это все аннулировать Вообще никак невозможно Нет никакого реального действия Как аннулировать Но Трактаты нам дают один секрет Восток нам дает секрет Если человек действительно Раскаивается в том Что он совершил И дает себе обет Больше так Никогда не поступать Вот до того Пока он так не поступил Прошлое на него не дает Прошлое отключается До того Пока он опять так не поступил Но проблема в чем Человек действительно раскаивается Все раскаиваются Я уверен Когда мы встречаем какую-то гадость Мы раскаиваемся Вот сто процентов Потому что все люди хорошие Все раскаиваются Может мы это не показываем Но раскаиваемся Всем неприятно Мы переживаем это И потом мы себе отдаем обет Никогда Никогда больше так не буду поступать Нехорошо Давали себе такое обет Давали И тут же становится хорошо Чувствую Становится хорошо Какое-то время живешь Здорово Замечательно И потом что Опять попадаем в такую же ситуацию И думаю Ну в принципе уже все хорошо И совершаем такой же поступок И тогда не просто реакция За этот поступок приходит А еще и все прошлое наваливается И в два раза тяжелее становится Чувствовали? И уверен Все попадали в это Что нет Просто счастливый В основном человек в это попадает Несколько раз за свою жизнь Попадает Впадает Впадает И мы должны понять Что метод в принципе Очень простой В принципе Элементарно простой Все что от нас требуется Добровольное ограничение Мы должны сами решить Вот не буду я так больше поступать Вот пропади А ну все пропаду Вот не буду и все Вот зачем Зачем Не буду и все Другим способом Другим способом буду решать И как только мы приняли Вот опять таки Я хочу к этому вернуться Как только мы приняли Какое-то естественное ограничение Что произойдет Проверка На то Насколько мы серьезно приняли Добровольное ограничение К нам тут же придут И предложат Разные варианты Этого ограничения Тут же придут и предложат Тут же В этот же самый момент Это чудо Это некоторый момент чудо Если хотите чудо посмотреть Примите какой-нибудь обед Вот примите сегодня обед Больше торт не есть никогда И к вам сегодня вечером Придут с этим тортом Вот гарантирую Факт Абсолютно Вот никто никогда Вот полгода К вам никто с тортом не приходил Вот как только вы себе дадите Серьезным Настоящий обед Не шуточный Настоящий Прямо сегодня Кто-то придет Скажет У меня сегодня день рождения Я к тебе пришел Праздновать Ты не будешь есть Мой тост И вы поймете Надо есть Вот голову Даю на отсечение Сам много раз проверял Как только даешь серьезный обед Все Все Серьезный Как только даешь Все Начинаются Тут же проверки Поэтому Давая какой-то обед Какое-то такое Добровольное Серьезное ограничение Вы должны быть готовы Его пройти Если нет Лучше не давать За что-то такое Простое Что-то простое Что-то простое Если уж даете Тогда знаете Это знаете Это как заявить Что сейчас пойду Экстерном все сдам Ну молодец Конечно Но будут И экзамены Тогда По полной программе Факт И уже будет С тем другое отношение Такое веселое Все хочет сдать Экстерном Конечно Поэтому В общем-то В нашу задачу Не входит Поднять этот груз Мы можем Просто Надорваться Как современная Психология Она пытается Все это Вспомнить Пережить Переболеть Да не дай бог Я сейчас буду вспоминать Вот Считывать Свою армию И то Зачем все это Вспомните Переживать Не нужно Это все Подымать Не надо Знаете Вот мы что-то Уже выкинули На помойку Нет Надо разобраться Сейчас поедем На главную помойку Москвы Найдем то Что мы выкинули Рассмотрим И выкинем Еще раз В принципе Логично Да звучит Но И интересно Что мы разбираем Произведение Не связанное С логикой Логики Нет Вроде бы Мы просто Берем И принимаем Маленький обед Так больше не поступать И раскаемся В том Что мы делали И вдруг Вся эта помойка Уходит Просто уходит Ее нет До тех пор Пока мы опять Не совершаем Данный поступок Очень интересно Не нужно Все это поднимать Просто надорвешься Я когда Вот слышу Про эти практики Мне просто Плохо становится Еще человек В прошлую жизнь Умудряется залезть Там искать Помойку В этой жизни Мало помойок Еще в ту помойку Залезть Абсолютная глупость Полное Непонимание Полное Непонимание Настоящей Психологии Полное Непонимание Кто-то хочет Зайти Вы хотите Зайти Нет Полное Непонимание То что происходит Поэтому мы Непсихологию Изучаем Непсихологию Изучаем Психология Не способна С этим справиться Не знает Этих законов Эти законы Принципам Логики Не выработаешь Их нужно Получить Они даны Сверху Поэтому мы Изучаем Эти трактаты Которые Дают Эти принципы Поэтому Человек Старается Уйти От реальности Своего прошлого И переводит Свои переживания На подсознание Пытается Что-то спрятать Выдавить Из себя Однако От этого Не перестает Быть штангистом Он уже просто Дома тренируется Его уже Никто не видит Он на подсознание Уводит У него подсознание Начинают Плошки скрести Внутри Все это Внутри Внутри Все плохо Все плохо Он уже Белого света Не видит Лицо его Не скроешь Знаете Говорит У меня все хорошо И видно Что Он уже при смерти Духовно Он уже при смерти У меня все хорошо Не лезьте ко мне Все хорошо Я говорю У меня Вот прямо Согрессию Лицо не скроешь Эти Неудачи В подъеме Такой вот этой Психологической Нагрузки Выражаются В виде Беспричинной грубости Наверняка Вы с этим Дома сталкивались Это беспричинная Грубость Ни с того Ни с сего Человек срывается И орет На вас Сталкивались вы с этим И однажды Что он Внутри Пытался штангу Поднять Вы это не видели Все было нормально Он сидел Спокойно Кушал Ничего не было Нам кажется Что мы что-то сказали После этого Вдруг началось Нет Просто внутри Идет работа Он пытается Поднять Она падает Ему на ногу Потому что Не поднять Ее Слишком тяжелая Штанга Падает Ее он орет А на кого орать Вы рядом Находитесь Никого обучения Орет на вас Это вот Беспричинная Грубость Она не беспричинная Потому что Внутри Идет жуткая Работа А человек Не может Ее вывести Наружу Никто В этом Ничего не понимает Кому К психотерапевту Что ли Лучше не ходи Он сам больной Нет Нет К кому пойти Нет Вот этих Мудрецов То есть Культура Уничтожила Прослойку Мудрецов Где они Где вот Это старое поколение Мудрецов Акшакалов Где они Где Исчезли Их нет Кто сидит На валочках Не мудрецы сидят А те кто знают Все Что происходит На каждом этаже В каждой квартире Не мудрец сидит Мудрец он должен знать Как Решить проблему В сердце Как поднять Этот груз Мы потеряли Эту прослойку Потеряю Эту прослойку Все Это первый признак Больших проблем Должны быть Люди Которые знают Как Которые знают Как Очень интересно Поэтому последствия Таких тренировок Не скроешь Что это выльется Будут проблемы И в семье И в поведении И в здоровье Что же делать Это мы должны Понять В первую очередь Что Неудовлетворенность Это признак Негармоничности В любом случае Если мы неудовлетворены Мы просто Негармоничны Негармоничны Следовательно Нужно понять В какую сторону Мы нарушили баланс И постараться Его установить Если мы поймем В какую сторону Мы нарушили баланс Мы сможем Его Восстановить То есть Как мы выяснили Неудовлетворенность Защищает нас Как шеств Если мы встали На вот этот На эту нить На этот трос Над пропастью А путь развития Это есть некоторое Такое Прохождение Над пропастью То вот эта Неудовлетворенность Это тот шеств Который дает На возможность Баланс Соблюдать Мы чувствуем Неудовлетворенность И мы понимаем Что баланс Потерян Восстанавливаем Вроде на какое-то Время нормальный Опять неудовлетворенность Опять восстанавливаем Это шеств А мы хотим Его отбросить Хочу быть просто Постоянно довольным Это то что Идти без шеста Шеста бросить Очень опасно И нужно быть Постоянно довольным Это уже сумасшествие будет Идти без шеста Будут большие проблемы Поэтому Неудовлетворенность Нам помогает Просто нужно ее Использовать Использовать Для восстановления Баланса Использовать Просто борясь С неудовлетворением С помощью антидепрессантов Сейчас это очень популярно Просто антидепрессант Знаете Такая газетная статья Я читал недавно Не скажу какого психолога Сейчас очень известен Везде Показывает Пишет Такая статья Такая статья Такая статья Такая статья Такая статья И внизу Две его строчки Просто примите Антидепрессант Что такое Очень интересное время Антидепрессант Что такое антидепрессант Это алкоголь Это сигареты Это кофе И другие варианты Множество вариантов Множество И мы отбрасываем От себя Инструмент Защищающий нас В нашем развитии Мы создаем Ложную довольность Чуть-чуть Антидепрессант И ложная довольность Появляется Ложная довольность Ложная Мы просто идем Уже без баланса Антидепрессант Это самообман Тяжелейший Самообман Естественно Если человек явно болен То это путь Будет для него лекарством Но если это просто Мы почувствовали Что у нас баланс Потерян И мы принимаем Антидепрессант Это самообман Тяжелейший самообман Искусственная бодрость Искусственная бодрость Да мы становимся веселы Да мы становимся активны Но подходит ли Эта ситуация Для веселья Мы над пропастью Бетшеста Очень Подозрительная веселость Беспричинная радость Очень подозрительная Да и заканчивается Эта бодрость Через пару часов Тяжелейшая депрессия Опять нужно употреблять Что там Так появляется Укоголизм Есть разные формы Укоголизма Кофейный алкоголизм Чайной Как там чайный Чайный алкоголизм То же самое Чек уже не может Ему если кружку Кофе не выпить Он умрет Или убьет кого-нибудь То же самое Приступ 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 И в этом мире Все обладает Какой-то ценностью Просто мы не всегда Способны По достоинству Оценить То что нам посылается Все что бы нам Не было послано В этом месте Это ценность Даже если на вид Это очень подозрительная вещь Даже если От этого Какое-то неудовлетворение Водникает Или неприятное ощущение На самом деле Там есть ценность Вот например Руда Руда Какая-нибудь алмазная Там Целый Камаз Он набит Абсолютно Грязью Видели вообще Алмазную руду? Просто грязь Просто грязь Черная грязь И там маленький Вообще На каратик А то и меньше Алмазик И чтобы его найти Нужно что сделать? Всю эту грязь Промыть Промыть Найти Но там очень дорогая вещь Очень дорогая И так же В нашей жизни Тоже происходят Подобные явления Мы с чем-то сталкиваемся И видим Только одну грязь Какие-то Целый Камаз Какой-то приезжает И вываливает нам Под окно Все это Но специалист знает Там что-то есть В этом всем что-то есть Вот разумный человек Это тот кто знает Что бы ни происходило В этом что-то есть Да, это все неприятно Да, это все нужно мыть Да, это тяжелая работа Никто не говорил Что будет легко Никто не говорил Что будет легко Чтобы что-то действительно Ценное найти Нужна работа Нужна работа Мы должны это найти Факт Так интересно Поэтому Мы должны понимать Что все в этом мире Имеет какую-то ценность Оно нам посылается сверху А раз сверху Значит ценное Ценное Представьте Вы сегодня приходите Думаю, говорят Вам Путин посылку передал Вы ее сразу выкинете Нет Будет очень интересно Что там Что-то ценное Что-то ценное Что-то есть Что-то есть Но развернули Там ничего нет Не может быть Даже просто Что он вам ее прислал Уже будет очень ценно Факт То, что нам посылается Очень ценно По своей природе Но мы не способны Понять что Вот это глупость называется Глупость Когда в ситуации Которая вокруг нас создается Мы не способны Понять ее ценность Это глупость Как знаете Если мы приходим В магазин И мы не понимаем В драгоценностях Может лежать бриллиант А может рядом Сваровский лежит стекло И на вид Сваровский Даже красивее Видели? Сваровский Видели? Выращенные Они красивее На вид Вот если мне показать Я не знаю Да, красиво А что это Я не скажу То есть мы не сможем Определить ценность Мы ценность Не сможем определить А необработанный камень Мы вообще не поймем Что это такое Необработанный Видели камень? Вообще непонятно Что такое И мы пока грань Не сделаем Но все Не поймем Что это такое Мы не можем ценность Понять Но настоящий специалист Он возьмет руки Ты сразу поймет. Сразу поймет. И вот разум, это умение стать таким специалистом. Видеть вот эти неограненные бриллианты. Видеть в том, что происходит ценность. Потому что это все нас учит, этот урок сверху. Он дан для того, чтобы мы стали счастливее. В этом ценность. Это разум. Это разум. Мы хотим сразу счастья и блаженства. Сразу, чтобы прямо сейчас, моментально. Чтобы нам сразу, чтобы пришли на работу, нам выделили зарплату. Выдали за три года вперед. Почему нет? Но мы же будем работать. Очень интересно. Вот попробуйте завтра прийти к своему наработателю и сказать. Я даю вам честное слово, чтобы три года на вас работать. Дайте, пожалуйста, мне зарплату за три года вперед. И посмотрите на его лицо. Вот то же самое и происходит, когда мы говорим. Пожалуйста, дайте мне все, что я хочу. Сюда побольше. Ну, понятно. Но давай сначала поработаем над этим. Сначала добрые дела. Будем благодарны. Будем терпимы. Что-то, хотя бы что-то сделаем. Помните анекдоты? Хотя бы билетик-то в лотерейный купи. Помните анекдоты? Хоть что-то же надо сделать. Хоть какие-то усилия. Даже минимальные усилия. Мы просто думаем, что раз, постучится и зайдет. Так иногда все думают, что оно так само постучится, зайдет и предвозит. Нет, не так-то просто. Мы должны поработать, поработать. Но перешли мы пропасть над этим материальным миром. Мы говорим, это путь над пропастью. Что это за пропасть? Это глупость. Эта пропасть состоит из глупости, из жадности, из зависти, глупости. Куда мы можем упасть и пропасть. Пока мы не перешли, нужно доходить, нужно работать. Нужно дойти до конца этого перехода. Боюсь, что мы сейчас на самой середине находимся. Поэтому вряд ли нам сейчас что-то дай, будут большие проблемы. Смотрите, мы сейчас идем по духовному пути. Что такое духовный путь? Это напряженная работа над самим собой. Тяжело работать над самим собой? Те, кто работают, знают, тяжело. Да? Да, тяжело. И мы еще хотим. Вот мы сейчас идем, у нас шест. Мы идем еле-еле балансируем. Вы заметили? Потому что хочется к старому вернуться. Или хочется быстрее нового. Или хочется на месте попрыгать. Или хочется какую-то глупость совершить. И мы хотим. А дайте еще мешок денег, пожалуйста. Представьте себе ситуацию. Так ты не устоишь. Так ты не устоишь. Так ты не устоишь. Поэтому во всех духовных традициях человеку рекомендуется не перебарщивать. Не перебарщивать со своими запросами. Естественно, это не значит, что нужно ходить голым. Ну, или мыться без мыла. Вовсе нет. Это говорит о том, что вот то, что у нас есть, и с этим уже проблема. И с этим уже трудно жить. Вы заметили? Человеку кажется, будет больше, будет легче жить. Ну, давайте проверим реально. Вот сейчас возьмите в руки все, что у вас дома есть. Вам будет легко от этого? Будет тяжело. Хотя бы все. Ну, чемоданы соберите. Выезжали в отпуск, нет? Есть некоторая проблема. Особенно жена, когда 4 чемодана дает. Есть. Есть некоторая проблема. Факт. Есть некоторая проблема. А мы еще хотим. Мы это за собой перенести не можем. Вот сейчас, не дай бог, переезд. Представляете, да что будет? Мы это уже не можем. Нам уже этого много. Мы не ценим. Она просто стоит. 80% того, что у нас есть, того, что у нас есть, оно в принципе не нужно. Уже. Оно просто есть, и мы удивляемся, как это мы умудрились вообще все это приобрести. И уже это никому не отдашь. Раньше были такие переходные подарки. Это такое, некоторое, знаете, радость кому-то что-то подарить. И у нас даже такая мысль приходит. Как только мы купили, принесли домой и поставили, мы тут же понимаем, да, купил я зря. Ну, хоть кому-то подарю будет. Он меня будет лет так ценить. Такой дорогой подарок. Вот уверен, каждому такая мысль приходила. Вот приходит сразу же. Ну, хоть подарю. Хоть подарю. Ну, хоть не жалко, оставлю тут же, запаковываю и все. Потом скажу, что купил, подарю. Не выйдет. Не выйдет. Поэтому простота, это один из условий быстрого прогресса. Если вы спортом занимаетесь. Вы же не костюм одеваете. Да? Не туфли на каблуках. Фак? Нет. Нужно как одеться? Ну, просто одеться, в принципе, да, чтобы это было нормально, чтобы было удобно. Поэтому жить надо как удобно. То есть, никто не против удобства. Удобство должно быть. Но когда перебор явно, явно перебор, вот тут начинаются проблемы, что с этим-то тяжело. Поэтому простая жизнь дает возможность легко развиваться. То есть, мы не за бедность, упаси Бог. Нет. Мы за простоту. Простота дает возможность легко развиваться. Вот даже сейчас бы у вас стоял, тут два чемодана, уже так просто ни на лекцию, ни с лекции не уедешь. Как? Уже будет трудно. Все. Вот я когда приезжаю, на самолете выхожу, у меня собранный чемодан у меня после поездки. Знаете, какая проблема? Там уже стоит довольный таксист. 3000 рублей просит, чтобы до метра у вас бросить. И вы ему бесполезно, вы ему сколько хотите, можете объяснять, что вы знаете, сколько стоит дорога. Ему абсолютно все равно. Говорит, ну я знаю, что ты знаешь, сколько стоит дорога. Но все равно у нас вот 3000 рублей. Давно не были бы в аэропорту, очень интересно. То есть, сразу понимаешь, что в принципе, вот была бы сумочка, все было бы просто. Все уехали. А тут уже чемодан, уже все. Уже все на тебя криво смотрят. Попробуйте сейчас куда-то зайти с большим чемоданом. Все будут смотреть, ругать вас. Поэтому нужно уметь так вот, знаете, обходиться минимумом. Этот минимум может быть очень хороший, да. Ну, минимум. Вот это здоровое мышление. Это здоровое мышление, очень хорошее мышление, очень трезвое мышление. Делает нас, ну так как перебор в весе. Перебор в весе. То есть, ну перебрали, чуть-чуть уже тяжело все. Уже нужно сбрасывать, сбрасывать, сбрасывать. Факт. А то уже и не получится. У веса есть такая особенность, он не обязан, в принципе, сбрасываться. Поэтому, фактически, мы должны благодарить судьбу за то, что она нам посылает неудовлетворенность, как мы выяснили, да? Это вот удивительное состояние развивающего человека. К нему приходит неудовлетворенность, а он начинает быть благодарным и довольным, потому что ему дан знак, кому куда все исправлять. Это как подсказка от преподавателя, представьте. Подсказка, у меня был такой случай, я что-то сдавал уже, не помню, что-то такое подозрительное, то ли высшую математику, то ли что. Я сдавал и все, потому что те, кто сидели за мной, они были такие же, как я. И преподаватель начал мне подсказать. Вот тут, может, мы посмотрим формулу, да? Да. А вот сюда мы это подставим, да? Ты хочешь сам сюда это подставить, да? Да, очень хочу. Потому что человека не выгонишь, сейчас все обучение платное, да? То есть выгонять человека нельзя, то есть надо как-то помогать. И также, в общем-то, судьбе нас не хочется выгонять. Естественно, можно прямо сейчас устроить большое землетрясение, а вот тут живых не останется. А я видел такое. Раз и города нет. Можно все это устроить и все наши проблемы тут же закончатся. Никто этого не хочет особенно. Нам хотят помочь. Поэтому, как мы выясняли, все эти неприятности, они на всю нашу жизнь растягиваются. Вот это подсказки. Сюда смотри, сюда смотри, вот сюда, здесь, 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 давай работать. Вот сюда это подставим. Вот эту, может, формулу возьмем. Подсказывается, 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 подсказывается. А мы не благодарны. Не надо мне подсказывать. Это по меньшей мере глупо. По меньшей мере глупо. Мы должны понять, как устроена жизнь. Как она устроена. Очень интересно. Мы должны быть благодарны за это. Это есть настоящий разум. Разум пробужденный называется. Пробужденный от долгой спячки. От долгой спячки. Пробужденный разум. Пробужденный. Когда мы способны благодарить за неприятности. Вот пока мы не благодарны за неприятность. Наш разум не пробужден. Это сон называется. Состояние буквально сна. Сон. Но если мы способны понять вот эту связь. Или это еще называется на стоке просветление. У нас что угодно под этим термином подразумевается. Если вы сейчас кого-то спросите, что такое просветление. Вам только опано расскажут. Когда лучи из затылка пошли. Вовсе нет. Просветление это умение быть благодарным. Судьбе за те неприятности, которые приходят в нашу жизнь. Это просветленный человек. Если вы такого человека встретили. Все. С ним нужно общаться. Потому что никак механически себе это состояние выработать невозможно. Им нужно заразиться этим состоянием. Нужно увидеть такого живого. Живого у кого это есть. Потому что до конца они верятся, что так можно. До конца они верятся, что так можно. Можно. Поэтому очень необычно. Необычный разум. Поэтому вот этим и хорошим и плохим, то что происходит в нашей жизни. У нас в жизни происходит, как нам кажется, и хорошее и плохое. Но на самом деле этим и хорошим и плохим судьба нам хочет показать путь к счастью. И что будет оказывается? Что нет хорошего и плохого. Мне кажется, что все это просто указатель. И то хорошее, что происходит в нашей жизни, это указатель. И то плохое, что происходит, как нам кажется, тоже указатель. К счастью. Какой знак плохой? Например, знак проездно запрещен. Это плохой знак? Это указатель. Все знаки хорошие. Ну какие знаки дорожного движения плохие? Скажите мне. Вот явно плохой знак. Что-то вы его увидели и заплакали от горя. Кирпич. Вот видите, кирпич. Двойная линия. Это указатели. Они сохраняют нам жизнь. Они нам показывают, как действовать. Нет плохих, хороших знаков. Нет. Все знаки полезны. Полезны. Поэтому то, что происходит в нашей жизни, мы тоже должны понять. Что это просто знак. Он тут, в общем-то, ни при чем. Это он тут, в общем-то, ни при чем. Представьте, что вы видите там знак, там, какой-нибудь крутой поворот. И вы выходите из машины и пинаете его со всей силы. Надоели мне эти крутые повороты. А он тут при чем? Поеду прямо. Но мы так в своей семье поступаем. Мы так поступаем в своей собственной семье. Мы начинаем пинать знаки. И нас все пинают. Вы пробовали кому-то помочь? Вас не пинали сразу? Вот пытались, я уверен. Вы попробуйте кому-то помочь. Просто выйдите на улицу и попробуйте кому-то помочь. И сразу поймете. А систему этого мира мы не воспринимаем то, что происходит с нами по-настоящему. Мы полностью слепы. Это называется слепота. Слепота. В этом протеке, который мы изучаем, вот такое сознание называется слепотой. Просто слепота. Слепота. Был один великий слепой в ведической истории. И мы когда говорим, что ты же слеп, как же ты живешь? Ну какая разница? Ну и что, что у вас есть в глазу? Какая разница? Ну и что? Настоящее видение это уметь правильно оценить ситуацию, как знак. Как знак. Это вот настоящий разум. Поэтому нам стараются показать путь. Путь. И чем больше мы отталкиваемся от этих знаков, тем жестче нам показывают путь. Тем жестче. Жестче. Поэтому и приятное, и неприятное перестает воспринимать как черно-белое. Как хорошее или плохое. Такой человек способен уже называться духовно развитым. Вот эту проблему, которую мы сейчас разобрали, можете себе где-то отметить. Называется проблема двойственности материального мира. Проблема двойственности материального мира. Если вы будете изучать философию, то вот то, что я сейчас рассказывал, будет там называться проблема двойственности материального мира. То есть мы думаем, что что-то черно-белое, что-то хорошее плохое, то есть что-то противоположное. Нет. Оно все нам хочет показать путь. Поэтому пока мы находимся В этом черно-белом варианте мышления Мы что будем? Мы будем кого-то считать своими друзьями А кого-то считать своими врагами А потом что-то произойдет И друзья станут нашими врагами А враги станут нашими друзьями Замечали? От любви до ненависти, да, один шаг И так вот постоянно Толку никакого Никакого, вообще ноль Пока мы не встанем над этим А это, видите, уже нелогично Вот то, что мы сейчас разобрали Это абсолютно нелогично Как это нет хорошего, плохого Как это нет черно-белого Как это все одинаково Оно не одинаково Оно не одинаково Естественно, мы будем разные чувства испытывать Но осознавать мы это будем Как благоприятное для нас Благоприятное для нас Для нас Так интересно, да? Вот по этой теме вопросики Сейчас можно мне задать Такую мы вводную разобрали Минимум Минимум это то, что мы способны терпеть год Год То есть вы год можете что-то терпеть Это вот примерно минимум То есть вот если вы готовы Вот год Это делать что-то Знаете, это как-то Это вот как человек бегать начинает Каждое утро там еще что-то То есть все такие обеты дают И через два дня это все заканчивается Нет, если мы за что-то беремся То мы должны проверять свой минимум Очень легко он проверяется Он проверяется временем Насколько мы готовы этот минимум практиковать Насколько времени Поэтому, например, ну как проверяется любовь Она проверяется термином навсегда Да, мы говорили Люди должны прийти в ЗАГС и сказать Мы навсегда готовы быть вместе Да? Навсегда Вот тогда можно, в общем-то, что-то начинать Навсегда мы готовы, да? Если мы готовы на два дня это попробовать Прям кто-то особенный согласится Кроме явных, так сказать Проституток там, еще кого-то Но вряд ли вы так просто возьмете и согласитесь Сейчас выйти на улицу, секунду продолжите Можно я тебя два дня полюблю? А если он скажет Можно я тебе месяц полюблю? Вы согласитесь замуж? Но так и происходит Мы любим месяц, потом все заканчивается Начинаем друга ненавидеть Почему это происходит? Мы сразу не подумали о том А готов ли я в реальности на всю жизнь Связать себя в какие-то обязательства В какие-то обязательства Готов ли я на это? Готов ли я на это? Мы же разумные люди Мы же разумные люди Мы не должны терять свою голову Есть такое интересное Животное, не животное Масекомое Богомол, да? Очень интересное явление У Богомола есть голова такая, очень странная И пока у него есть голова Он не способен отступать в любовные связи Со своей супругой То есть голова ему мешает Поэтому, ну чтобы с ним вступить в любовь Что делает его жена? Откусывает ему голову Понимаете? Вот у меня такое чувство Что вот у нас вот так же как-то происходит Понимаете? То есть мы сначала теряем голову Потом вступаем во всевозможные связи А потом вдруг оказывается Что мы к этому не готовы Ну, в общем-то как-то так вот Как это там? Мимикрия называется? Как-то очень так вот Похоже происходит Необычно Поэтому нельзя, когда голова потеряна Нельзя создавать никакие связи Нужно успокоиться, нельзя Поэтому дается более длительный срок Нельзя за месяц, ну, принять решение Жить вместе всю жизнь или нет Вот кто готов в этом зале Ну, со мной остаться на всю жизнь Полтора часа достаточно Но если вдруг кто-то говорит Я с вами останусь, Александр Полегович Это что значит? Голову ему снесло Я скажу, нет Нет, через месяц приходи поговорю Не так просто Не так просто Поэтому на Востоке Годами думают на эту тему То есть годами Три года думают Пять лет, семь лет, десять лет Думают, чем брать Семью И да потом Так это все было создано Не без оторванной головы А действительно в трезвом состоянии Если это было думано То и хватает, в общем-то, вот этой Силы оставаться вместе Хватает силы оставаться вместе Поэтому наш минимум Он проверяется временем Насколько мы готовы этим заниматься Насколько мы готовы этим заниматься Насколько мы готовы Время проверяется Поэтому временем проверяете себя И минимум сразу будет понятно Сразу будет понятно Да? Еще вопрос Ну что вы сделали сомнением? Я не говорил проверять годами Я просто объяснял саму схему Я говорю, что мы должны Понять, насколько мы готовы И вот если мы решили, что мы готовы То тогда уже нужно просто терпеть и быть благодарным Это как институт В институт столько народу поступает После первого курса что происходит? До 80% просто уходят Просто разбегаются Просто не готовы учиться дальше Все разбегаются Так же в семье происходит Тоже 80% разбегаются В первые три года Почему? Просто не готовы дальше Поэтому мы выясняли, что культура и разум Это умение Принять обет Добровольный Никто же никого не заставляет Мы приняли добровольный обет И все И потом дальше только терпеть и благодарить Терпеть и благодарить Все Иначе Толку от жизни никакого не будет Никакого Знаете, мы должны сами для себя Принять обет Если я на что-то согласился То что потом не происходило Я должен терпеть и благодарить Потому что факт У нас не получится Все сделать идеально У нас не получится Связать с идеальным человеком в жизни Знаете почему? Потому что мы меняемся И даже если сейчас кто-то для вас идеален Через три года вы изменитесь И вы и он И что уже произойдет? Вы уже не будете идеально подходить друг к другу Он идеально подходит для меня Самая глупость, которая только может быть Никто идеально друг к другу не подходит Даже стул для вас идеально не подберешь А тут человек Он сам себя не понимает Мы это разбирали в начале лекции Мы не понимаем, что мы хотим Он не понимает, что он хочет Мы оба не понимаем, что мы хотим друг от друга И это называется идеальная совместимость Как только хотя бы один поймет, что он хочет от другого, тут же себе придут ужас. Факт. Что такое любовь? Любовь это пока мы друг другу не раскрываем все наши намерения. Как только мы раскрыли друг другу все наши намерения и планы, любовь тут же заканчивается. Это вот для этого мы создавали жизнь? Нет. Поэтому мы должны понимать, что ничего не получится сделать идеальным образом. Поэтому если уж мы на что-то решились, то тогда мы должны это продолжать несмотря ни на что, сохраняя терпимость и благодарность. Вот схема. Вот эта схема нормальной человеческой жизни. Да, она не будет на 100% таким веселухой такой, знаете, цирком. Не будет. Да, она будет в большей части состоять из желания терпеть и быть благодарным, из усилий, чтобы терпеть и быть благодарным. Но это сделает нас людьми. В конце концов. Это сделает нас людьми. Мы будем людьми. Мы будем чувствовать, что мы растем. Что мы не зря живем вообще. Что мы хоть что-то нормальное в этой жизни делаем. Что мы способны следовать своим решениям, принимать обеты, быть терпимыми, быть благодарными. Что мы действительно живем как люди, а не как богомолы. непонятные. Жизнь это некоторый путь жертвенности. Невозможно прожить жизнь за счет других. Нет. нужно жить на основе этой самоотдачи. Нужно уметь платить за свои ошибки. Что это значит? Мы сделали что-то, и другие не должны страдать за то, что мы это сделали. А соответственно, мы должны терпеть и быть благодарным другим, что они нас тоже терпят. Очень просто. Очень просто. Вот. Если в этом духе человека воспитать, в принципе, его жизнь пройдет более-менее гладко. Это не значит, что в его жизни не будет там плохого. Нет, оно будет, но все это пройдет гладко. Потому что он-то нормально воспримется. Он с этим справится. Нету института без экзаменов. Нет. Просто есть разные отношения к обучению. Поэтому и воспитание дает это разные отношения к обучению. Разные отношения к обучению. Все, ручки. А вот какими источниками нужно понять это состояние, где это неизвестное? То есть, не только с них. Если жизнь по жизни неизвестная, 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 то он может примерно стоить, чем шаг, придумать идеи, на то, что вы можете найти, какие-то точно таки предложения новых людей в отношении. Да. Чтобы активизировать процесс роста, есть, в общем-то, один вариант, но разбитый на под-варианты. Этот вариант называется общение. Общение с тем, кто уже достиг какого-то результата. Кто достиг какой-то более высокой платформы, чем мы. Соответственно, мы можем или общаться с таким человеком, или, как вы правильно сказали, читать. Поэтому всегда существуют какие-то произведения, которые являются жизнеописанием таких людей. Жизнеописанием людей. Это не просто жизнеописание какого-то человека, который занимался культурой или искусством. Только никого от этого не будет. Нет, должно быть жизнеописание человека, который работал над собой. Поэтому таких произведений много. В разных конфессиях есть свои направления, там, житья святых, кто что хотите. Множество вариантов. Лучшим образом, конечно же, общение. Всегда есть кто-то, кто стоит на ступеньку выше нас. Всегда. Если мы не видим никого, кто стоит на ступеньку выше нас, лучше пойти застрелиться. Сразу. Это значит, что мы при смерти. Разумный человек, он всегда должен видеть, что вокруг него множество людей, которые больше понимают, чем он. Это состояние разума. Факт. Состояние разума. Если мы не видим, что вокруг нас есть люди, которые больше понимают, чем мы, значит, мы уже при смерти. Состояние называется предсмертное состояние. Поэтому всегда есть кто-то, кто в чем-то больше разбирается, чем мы. Всегда есть люди, которые больше испытали, чем мы. Даже если человек просто старше нас возрастом, он испытал больше, чем мы. Если человек старше нас по званию, он испытал больше, чем мы. Если человек чем-то более опытен, чем мы, он испытал больше, чем мы. И мы столько можем интересного получить от такого человека. Не всегда очень интересно. Это не так, что мы можем получить опыт только прямо от духовно развитого человека. Нет. Мы можем получить опыт от любого человека, который хоть что-то испытал через что-то проснул. Хоть что-то испытал. Это такое дает интересное понимание того, сколько можно в жизни всего получить, и как это потом все терпеть и быть за это богодатным. Это дает нам возможность подготовиться к чему-то. Поэтому если мы не можем получить опыт от более духовно развитого человека, мы должны получить опыт от более взрослого человека, или от более воспитанного человека, от более грамотного человека. В любом случае, какой-то опыт можем получить. И этот опыт мы уже можем, как анализировать, как бы я мог терпеть и быть благодарным в этой ситуации. Не просто нужно, как водивили это все переживать, как телесериал, да ты что, да как же так, нет. Этого толку никакого. А мы должны извлечь из этого философское благо. Как бы я, если попал в эту ситуацию, терпел бы и был благодарным. И вы увидите, что мы бы много ситуаций не смогли бы терпеть и быть благодарными. И что люди такие терпеливые и благодарные вокруг нас. У меня когда рассказывают, ко мне много людей приходят, рассказывают. Так люди мало что рассказывают друг другу, я вам тайно скажу. Никто все подробности не рассказывает. Но так как я консультант, психолог, люди мне иногда, так сказать, всю правду матку. И я диву даюсь, насколько люди терпеливые и благодарные. Как они вообще еще умудряются сохранять какое-то спокойствие в этой ситуации. Поэтому раньше это называлось пойти в люди. Что такое пойти в люди? Это пойти к тем, кто страдает и помогать им. Потому что если у нас нет возможности прямого духовного роста, да, и мы идем просто видим на людские страдания, видим эти людские страдания, и помогаем людям, мы понимаем, что наша жизнь просто мед. Понимаете, что мы просто в сахаре все катаемся. Просто в сахаре все катаемся. Я когда вижу бедные районы от этого мира, когда я приезжаю в какие-то бедные страны, я понимаю, что Россия это просто рай на земле. Понимаете? Я когда потом сюда возвращаюсь и вижу всех вот этих жалующихся, как у меня все, ой, тут что-то не хватает, это все, это все. Понимаете, я их понять не могу. Говорю, вы просто не понимаете, как вы живете. Не понимаете, как вы живете. Один раз достаточно увидеть, как люди по-настоящему страдают, как они живут. В Африку, видите, посмотрите. То есть как люди живут действительно. В Бенгале есть такая она поговорка, о том я тоже рассказывал, да. Мне жали ботинки до тех пор, пока я не встретил безногого. Поэтому в люди можно прямо тут сходить, никакой проблемы нет. Это была целая традиция. Любой человек, он шел в люди, каким бы он ни был богатым, каким бы он ни был там образованным, он обязательно время от времени шел в люди. Он брал что-то и шел помогать. Помогать что-то делать, там кормить. Лучше всего это кормить. Ити кого-то кормить. Самый лучший вариант. Каждый человек, у которого есть семья, и который каждый день способен себя накормить, обязан хотя бы раз в год пойти накормить других. Много. Хотя бы раз в год пойти накормить. Обязан. Обязан посмотреть на голодных. Иначе он перестанет ценить еду. Понимаете? Иначе он перестанет ценить. Он перестанет воду ценить. Он перестанет ценить то, что мы можем пить из-под крана. Знаете, что вы можете пить из-под крана? И можете мыть фрукты водой из-под крана. Вы знаете, что во многих странах мира Нельзя мыть фрукты водой из-под крана А потом их есть Я открою страшную тайну И руки нельзя мыть водой из-под крана Вы умрете через три дня И просто воды из-под крана нет В конце концов Много чего нет В этом мире Поэтому Как только мы ходим в люди И делаем что-то Мы тут же становимся на порядок разумнее На порядок счастливее, на порядок благодарнее Обязательно нужно Выбрать Найти для себя что-то подходящее И пойти что-то сделать Хождение в люди называлось Называется боготворительность Нужно что-то делать Никто этим никогда не брезговал На Руси это всегда была традиция Что-то делать Что-то нужно сделать Обязательно Как только есть возможность Никогда не теряйте эту возможность Только есть возможность кому-то помочь У меня был опыт Когда я полностью переоценил свою жизнь Мы раздавали пищу Участникам Великой Отечественной войны Я вам открою тайну Что мы видим Участников Великой Отечественной войны Только вот на параде С орденами При оба надрившихся Живых и небольных Но если вы реально Походите по квартирам И увидите как они живут Мир изменится Это самая добрая ситуация Я уже не говорю про инвалидов Про умалишенных и так далее У меня был опыт Несколько лет я занимался Боготворительностью Я был директором Боготворительной организации Несколько лет И я знаю что это такое Я полностью Я до сих пор точно уверен Что я живу в раю Что моя жизнь Это стопроцентный рай Потому что я видел Как живут другие Что мы не видим Это нужно видеть Видеть И когда мы перестаем Ценить условия нашей жизни Тогда мы становимся цинниками А что это значит? Мы не способны развиваться Начинаем требовать большего Мы не понимаем Что нас уже намного больше Чем нам нужно Уже намного больше Чем нам нужно Уже намного больше Начинаем требовать Еще так жизнь проходит Просто пропадает В требованиях того Что нам и не нужно воду У нас уже все есть Даже просто у нас есть вода Это уже много Большинство стран Оно бы не поверило Просто в свое счастье Пить воду из-под крана Большинство стран У нас есть такая возможность Пить воду из-под крана Пока еще Даже у нас И то мы берем И заказываем Фильтры покупаем Все что-то Так интересно Еще есть вопрос Нет вопрос Разобрались Хорошо Значит мы будем В этом духе Продолжать Три недели подряд Также Пять дней в неделю Подельник и вторник Ставят четверть пятницу Поэтому уже все зависит От ваших возможностей От вашего терпения От ваших благодарностей Все будет записываться Я все записываю Поэтому потом Вы сможете получить Заранее записавшись на диск Три недели Я буду читать Здесь этот семинар Потом я уеду На две недели в Индию Потом я приеду Где-то четвертого Пятого Ноября И мы опять Радостно продолжим Вы получите Опять извещение На тот электронный адрес Который нам оставили Потому что если вы его Не оставили Электронный адрес То мы вам можем позвонить Немножко позже Чем начался семинар Потому что обзвон Дело очень сложное Поэтому Оставьте пожалуйста Свои электронные адреса Или электронные адреса Своих друзей Чтобы вам вовремя сообщили Когда все начнется Спасибо большое Что смогли сегодня прийти Мне было очень приятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому